Прекрасные йоги. Нас утро встречает с охладой. Это видео, это ответ на комментарий к видео про осуждение. Йога для головы. Часть вторая. Давно гоняюсь за тем, как разрешить эту задачу для себя, так как осуждение других, а бывает, что я осуждаю других просто на автопилоте, зачастую просто становится уже невыносимо для меня. Но оно все равно лезет, особенно если я себя в человеке или его поступках пока не нахожу. Хотела бы медитацию на эту тему, но ничего в сети не нашла, к сожалению. Спасибо за комментарий. Я очень рада получать комментарии, потому что можно открыть диалог тогда. и увидеть какие-то новые грани, новые возможности для того, чтобы поделиться чем-то, какими-то навыками или штуками, которые работают. Тем не менее, все штуки, они работают на каком-то промежутке времени только. Они решают какую-то задачу. В то время, когда эта задача решена, эта уловка больше не работает. То есть, нет никакого метода, который навсегда может работать. И в этом красота тоже. Поэтому с самого начала, перед тем, как я даю какой-то метод, я хочу сказать, что на самом деле мы должны себя укоренить в потоке того, что меняется, что наша основа – это жизнь сама, поток жизни. И все время урок, который мы получаем от жизни, он все время будет меняться. Но мы можем укорениться именно в жизни самой. И это один из принципов, что все меняется, урок меняется, и нет ничего, за что можно действительно заухватиться. То есть, когда мы ищем какую-то медитацию, какую-то тему, сейчас медитация называется то, что решает какую-то проблему. Говорят, медитация на привлечение денег. Это не медитация на самом деле, это, ну, я не знаю даже, что это. Вот, медитация – это когда вы ничего не делаете. Вы можете воспринимать, но вы активно не включаетесь ни во что. Это медитация. То есть, медитация – это отпускание контроля. Имеется в виду, что я не пытаюсь изменить то, что приходит. Будут мысли приходить, будут осуждающие мысли приходить, будут приятные мысли с приятными ощущениями приходить, будет приходить чувство величия, будет приходить чувство какой-то миссии в жизни. Вот медитация – это когда вы не наделяете значением ничего. Я не знаю, вы видели, не видели фильм, или как бы представляете себе, например, в чем там было пробуждение Будды, что он сидел, сидел, сидел. И потом последние, как бы, врата – это когда к нему приходят и начинают его, как бы, пытаться внимание взять его. Вот, то есть, что бы ни приходило, оно будет не то. Вот, то есть, все, что приходит – это не то. И медитация – это когда ничего, ничто не наделяется вниманием специальным, кроме того, что действительно, то, что действительно настоящее. Но действительно настоящее, его не нужно вниманием наделять, потому что вы, как бы, узнаете себя. Так, значит, теперь, какие можно фишки использовать? Вот. Эти фишки лучше всего использовать в жизни самой, в то время, когда как раз это и случается, тогда вы научитесь. В медитации я… Для меня медитация – это просто как бы сидеть и расслабляться, и смотреть, что приходит, и настраиваться на течение жизни внутри меня, как бы, на поток жизни. Вот. У этого потока жизни, у него есть какие-то свои атрибуты тоже. То есть, можно через эти атрибуты настраиваться на него. Вот. Но об этом в другой раз. Значит, маленькие фишки, которые можно поделать, и просто увидеть, как ум работает, потому что на самом деле вы всех любите. И осуждение, оно происходит, потому что ум у современного человека сейчас попал в… Он как бы его заклинило на поиски проблемы. Он не может увидеть, в чем проблема на самом деле заключается, и он проецирует это на других. Вот. Чтобы вам этот механизм увидеть, вам, возможно, надо будет поиграть с умом. И вот такие вот игры. Значит, например, что можно сделать? Значит, вам приходит мысль. Попробуйте в течение дня поиграть в эту игру. Игра называется «Прям как я». То есть, какая бы вам мысль не приходит про другого человека, какая бы мысль не пришла, вы в конце добавляете «Прям как я». Ну, типа там «Такой-то, такой-то молодец». «Прям как я». И вы увидите, что в принципе оно всегда может отражать какой-то аспект вас самих. То есть часто то, что вызывает осуждение, это наш… То есть осуждая другого, мы как бы оправдываем свои собственные действия, которые мы пытаемся скрыть от других и от самих себя тоже часто. Вот другой есть процесс, чтобы увидеть, как работает умо-осуждение, это работа Байрон Кэти. Там четыре вопроса. Я про это рассказывала в другом виде, я ссылку положу внизу. Третье, что можно сделать, когда вы видите эти ситуации, где вы кого-то осуждаете, иногда бывает эта ситуация реально, интенсивная. Например, вас шантажируют или вызывают в суд, или пытаются, кто-то пытается себя оправдать за счет того, чтобы ваш образ очернить, да, вас очернить. Пытаются. И так часто бывает. Опять же, это эго так устроено. И когда это происходит, у вас будет очень сильная злость и реакция, и осуждение этого человека. И особо как бы ничего нельзя сделать, если это сильное очень чувство, вы просто будете его чувствовать, и в итоге просто разумность, которая у вас есть, она выберет отпустить это и уйти как бы к себе вернуться, чтобы найти отдых и покой. То есть без контакта с этой разумностью вы не можете ничего сделать, потому что разумность на самом деле разрешит эту проблему. И как именно она это разрешит, это нельзя описать, потому что это прямое видение. Но что вы можете делать? Вы можете, например, сказать, попробовать. Опять же, это не всегда работает, но иногда и работает. Благодарность. Ну вот благодарность, это я даже не знаю, как, чему, кому. Каждый пускай найдет свой собственный путь, который для него работает, но просто сказать спасибо. Попробуйте в течение дня говорить спасибо просто, если вы попали в такую сильную уловку, где очень сильная злость и ненависть. Спасибо. Спасибо, что мне это открылось, и я могу увидеть теперь, где мое слабое место, где я покупаюсь на эту ловушку, потому что нет ситуации на самом деле, которые сильнее нас, потому что в одной и той же ситуации вы видите, как разные люди могут достойно себя чувствовать или опускаться до конфликта внутреннего. То есть внешне можно разрешать какую-то проблему, но внутренне вы теряете свое достоинство, если вы падаете совсем в этот конфликт. Поэтому эта разумность, она увидит, что ваше чувство ценности себя, оно больше, чем ваш интерес к тому, чтобы осуждать кого-то. Вот такие две штуки. Первое, попробуйте, три даже. Первое, попробуйте поиграть с... прям как я, и посмотреть. Иногда это будет весело. Вот в итоге вы будете просто смеяться обо всем этом, как ум пытается вас куда-то затянуть, вместо того, чтобы держать внимание на том, что действительно важно для вас. Надеюсь, это помогает. Если у вас какие-то другие есть уловки, делитесь со мной. Я сейчас кого-то увидела знакомого, так что я прощаюсь. И всем привет. Всех люблю. Спасибо за ваши комментарии. Прекрасная, Ольга. Я очень вас люблю. Я очень рада, что вы хотите найти покой и помочь нашему коллективному сознанию найти какую-то новую модель отношений друг с другом, в которой есть понимание, прощение, видение и разумность. Хей!